Друзья, с огромной радостью приветствую всех на моем втором канале. Долго у нас не выходили тут видеоролики. Я решил заполнить этот пробел, поэтому в течение месяца я активно тут буду загружать видеоролики на самые популярные и актуальные на данный момент товары с китайских интернет-магазинов. Естественно, товары для радиолюбителей. Изучим мы сегодня импульсный источник питания. Вы давно просите на него сделать обзор. Но перед тем, как начать именно видеоролик, а он будет длинным, поскольку это первый на моем втором канале видеоролик в реальном времени. Так, импульсный источник питания заказом с Китая. Ссылочку найдете в описании. Там же в описании найдете очень-очень подробную статью со всеми подробными тестами. То есть, в статье будут и некоторые тесты, нюансы, связанные с источником питания, которые я, возможно, пропущу или забуду упомянуть в ходе этого ролика. Так что все более детальные подробности находятся в статье. А ссылочку найдете в описании. Источник питания был заказан и по вашим просьбам, и исходя из моих личных нужд. Поскольку у меня появился паяльник вот такой. Это легендарный TS-100. Кстати, я на данный момент готовлю, надеюсь, самый подробный обзор в сети на этот паяльник. Так что ждите. Будет скоро, в скором времени, видеоролик. Паяльник просто бомба и заслуживает сверх детального обзора. Так, для того, чтобы раскрыть максимальный потенциал жала этому паяльнику, мощность жала, кстати, 65 Вт, этому паяльнику нужно напряжение около 24 Вольт и ток от 3, 4 и выше Ампер. То есть, чтобы был небольшой запас. А так, номинал входных напряжений от 12 до 24 Вольт. Но это второй мой паяльник такого типа. Есть TS-100. У многих радиолюбителей слюнки потекли, поскольку это, я думаю, самый желанный подарок для радиолюбителя. Стоит немалых денег. Ну, 60 там долларов. Не знаю сейчас, какие цены. Так, жалы у них отличаются. Этому паяльнику уже скоро год. И питается он от самого обычного адаптера, универсального адаптера для ноутбуков. Дешевого самого. Никаких жалоб, никаких нареканий. Ломался пару раз адаптер. Ну, я починил, все нормально. Паяльник в рабочем состоянии. Отложим паяльники. Этот блок питания обеспечивает как раз 24 Вольта при токе 4-6 Ампер. То есть, 4 Ампера именно с таким раскладом и 6 Ампер с принудительным охлаждением, поскольку силовые компоненты будут перегреваться при токах 6 Ампер. Источник питания, полное название, так скажем, это сетевой понижающий однотактный стабилизированный импульсный источник питания с защитой от коротких замыканий. Построен на базе шим-контроллера однотактного SG-6842, если не ошибаюсь, точнее, CR-6842. SG-шка – это аналог этой микросхемы. Ну, более распространенный аналог. Жаль, что тут не задействована микросхема семейства ЮЦ-3842, потому что они более ходовые, более доступные. А эту микросхему в любом магазине, так скажем, не встретишь. Поэтому при поломке либо придется там что-то химичить, либо купить аналог с Китая, либо вообще выкинуть блок, сделать своими руками или купить новый. Давайте для начала ознакомимся со схемой. Затем, в ходе ролика, я сделаю очень детальные тесты. Это будет и замер выходной мощности, выходного тока, выходного напряжения, соответственно, с заявленными параметрами, а также проверка КПД, проверка срабатывания защиты от коротких замыканий и тепловые замеры. Так, схемку я скачал с даташита. Это схема с шим-контроллером SG-68. Сейчас тут подпишем. SG-6842. Аналог той, что на плате стоит. Сетевое напряжение переменное поступает на двухполупериодный диодный выпрямитель. Выпрямляется. Тут, кстати, есть некоторые моменты, то есть отсутствуют некоторые моменты. В частности, это фильтр по входу, по выходу, который установлен на этой плате. Так что некоторые отличия между схемами есть. Так, после выпрямителя стоят сглаживающие конденсаторы, импульсный силовой трансформатор, который содержит три обмотки, три отдельные обмотки. Это у нас основная первичная обмотка, это у нас обмотка самозапита и вторичная обмотка. По вторичной цепи задействован однополупериодный выпрямитель. Это на базе диода шотки. Примитивная РЦ цепочка, сглаживающий конденсатор. Тут этой цепочки нет на плате. Итак, микросхема управляет силовым Н-канальным MOSFET. Это полевой транзистор высоковольтный, 20М60, достаточно мощный в этом образце. Защита по току. Тут у нас имеется токовый датчик в лице резистора R12. Именно падение напряжения фиксируется микросхемой. Падение напряжения на этом резисторе. Стабилизация выходного напряжения организована на базе регулируемого стабилитрона ТЛ-431. Путем подбора резистивного делителя R16 и R17 именно они задают напряжение стабилизации. То есть, можно отклонять в некоторых пределах. Есть онлайн-калькуляторы для расчета напряжения стабилизации этой микросхемы. Путем их подбора можно менять выходное напряжение в небольшом пределе. Контроль выходного напряжения реализован с помощью оптопары. Что тут дальше? Цепь самозапита. Тут в схеме у нас имеется ограничительная цепь, ограничительный резистор, который запускает микросхему в начальный момент, то есть, когда схема подключается в сеть, нет генерации, на обмотках трансформатора отсутствует напряжение. Имеется ограничительная цепь, которая питает микросхему, чтобы та запустилась и началась генерация, схема заработала в целом. Дальше уже, когда схема в работе, на обмотке самозапита методом самоиндукции, естественно, образуется некоторое напряжение, которое выпрямляется и поступает непосредственно в цепь питания микросхемы. Использован тут также резистор, сглаживающий по питанию для микросхемы. То есть, все просто, все примитивно. Давайте теперь все это дело рассмотрим на примере именно этой платы. По входу все сделано очень интересным образом. То есть, никаких, сейчас я найду кусочек проволоки, никаких винтиков, никакой пайки не нужно. То есть, втыкается сетевой провод в этот зажим, типа шпилька, втыкается и никуда уже не убежит. Все очень продумано. По входу сетевой предохранитель амперный 1,5, либо 2 ампера, я, честно сказать, не посмотрел. Дальше идет сетевой фильтр, дроссель с двумя независимыми обмотками, диодный выпрямитель на 3 ампера, 307 РЛ, если не ошибаюсь, он на 700 Вольт, 3 Ампера. Также идет термистер для того, чтобы снижать пусковой ток в момент включения в сеть, когда большим током заряжается конденсатор. Конденсатор сам на 400 Вольт 82 мкФ, я не знаю, вам хорошо ли видно, давайте все-таки так поставим. На 82 мкФ 400 Вольт, а с учетом выходных параметров, выходной мощности, а это в районе 100 Ватт, конденсатор подобран довольно-таки хорошо. Силовой транзистор установлен на такой небольшой радиатор. Цепь затвора у нас это ограничительный резистор, ток ограничивающий, и диод, подключенный в обратном направлении, предназначен для скоростного разряда емкости затвора полевого ключа. Конденсатор в цепи питания микросхемы, сама микросхема генератора, оптопара, регулируемый стабилитрон ТЛ431 с обвязкой, он в таком непривычном корпусе. Так, сам импульсный трансформатор, тут у нас имеется два резистора, один из этих резисторов стоит в снабберной цепи, кстати, я забыл показать снабберную цепь, вот, эта цепь у нас снабберная. Так, резистор, резисторов тут мощных два, один из них стоит по питанию микросхемы, обеспечивая начальный запуск микросхемы, второй стоит в снабберной цепи. Еще один, простите, диод, выпрямительных диодов тут у нас два, как видим, один также стоит в снабберной цепи, второй стоит уже в цепи обмотки самозапита в качестве выпрямительного, банальный однополупериодный выпрямитель. По выходу у нас имеется фильтр довольно хороший, конденсатор, дроссель, еще один конденсатор. Диодный выпрямитель, это сдвоенный диод шутки в корпусе ТО-220. Диоды тут запараллелены, что позволит снизить падение напряжения на переходе, а следовательно и снизить тепловыделение на самом диоде. После диода питание поступает в конденсатор, то есть заряжается конденсатор, дальше установлен дроссель и после дросселя установлен второй конденсатор. Индикация выходного напряжения построена на базе светодиода с токоограничивающим резистором, вот эта часть. И, конечно же, клеммник, это у нас уже выход 24 Вольта DC. Все, говорил быстро, устал. Сейчас сделаю небольшой перерыв и начнем, думаю, тесты с проверки выходного напряжения. Дальше уже проверка выходного тока, КПД, тепловыделение, пульсации выходного напряжения и так далее. Готовьтесь, в общем, ролик будет долгим. Итак, подключил источник питания в сеть, чтобы сделать замер выходного напряжения. Подключен через ваттметр, чтобы также увидеть потребление без нагрузки, то есть холостой ход. 23,87, то есть 24 Вольта, можно сказать, у нас есть. Вот так сделаем, подсветочку включим. 24 Вольта, плюс-минус. Все нормально, все так и должно быть. Убираем мультиметр. Где бы не опрокинуть камеру. Посмотрим на потребление. 13 мА холостой ход. Это очень-очень-очень хороший показатель. 13 мА это не что, буквально так, это собственное потребление устройства. Сейчас в ваттах. Вот он. 0,8 Ватт потребляет от сети в холостую. Это с учетом того, что на выходе имеется светодиод, и, думаю, большую часть потребляет именно он. Давайте теперь нагрузим этот блок питания. Посмотрим, сколько он нам ампер на выходе сможет отдать. Следующим делом мы проверим выходной ток. Напомню, что производитель в таком состоянии заявляет выходной ток в 4 А и 6 А с хорошим охлаждением. Для этого нам нужно подобрать нагрузочный резистор. Вот он, кстати, у меня. Уже немножечко прошел тесты. Резистор этот нужно рассчитать по закону Ома, зная напряжение в цепи и ток. В нашем случае это 24 Вольта и 4 А. Следовательно, нагрузочный резистор нужен 6 Омный. Мощность его у меня 20 Ватт. Сопротивление вместо 6 – 5,6 Ом, что даст нам возможность снять больше 4 А тока. В ходе небольшого теста он у меня уже подгорел. Это и понятно, поскольку на нем рассеивается около 100 Ватт мощности. В идеале нужно его бросить в воду, чтобы охлаждать. Или же подобрать, скажем, кусочек нехромовой проволоки. В этом случае будет возможность подстройки тока, протекающей в цепи. В качестве измерительного оборудования задействован сетевой Ваттметр, как в прошлом тесте, который будет показывать нам потребление сети, и низковольтный Ваттметр, который нам покажет реальное значение напряжения, тока и выходной мощности. А зная выходную и входную мощность, мы можем понять, какое КПД обеспечивает нам блок питания. Сейчас Ваттметр включен. 23,87 В, что близки к параметрам флюка. То есть отображает напряжение вполне корректно. Включаем нагрузку. И видим мощность 100 Вт почти. Напряжение просеяло очень незначительно. Около 23,8 В. Ток, протекающий в цепи, составляет 4,2 А почти. То есть более 4 А. Проверим, какое же у нас потребление на входе. А это у нас 110 Вт. Тут у нас 100 Вт. Это около 90% получается КПД, что очень даже хорошо. То есть у нас холостой ход там 13 мА, КПД 90%. В общем, отличный блок. Китайцы постарались на славу. Давайте заодно проверим защиту от коротких замыканий. Для этого нужно всего лишь замкнуть выходные провода. Вот там светодиод зеленый, видите, да? Он должен потухнуть. Замкнул. Все нормально. Светодиод потух. Ничего не дымится в замкнутом состоянии. Ничего не взрывается. Но слышны небольшие щелчки. Это связано с тем, что защита по принципу икающей защиты. То есть блок на момент запускается. Определяет, что на выходе пока что присутствует короткое замыкание. Затем опять уходит в защиту. И так до тех пор, пока вы не уберете короткое замыкание или перегрузку. Все нормально. Теперь что давайте? Теперь давайте поймем, какие пульсации у нас на выходе при максимальном выходном токе. Для этого нам понадобится осциллограф. Сейчас я его притащу и продолжим наши тесты. Тест пульсации выходного напряжения будем проверять при токе в 4,2 А. Если кому интересно, можете посмотреть. В статье будут и иные тесты. Там в холостую при токах в 0,5 А, в 1 А и так далее. Включаем наш осциллограф. Источник питания пока не подключен к нагрузочному резистору. Так, давайте по вертикали цена деления установим 20 мВ. Если будет нужда, потом увеличим. Видим, что выскальзывают сетевые помехи. Это никак не связано с источником питания. По времени растянем до 10 мкс. Можно и 5 мкс в идеале, но можно так и оставить. 10 мкс по времени и цена деления 20 мВ. Включаем источник питания. То есть, включаем источник к резистору. Включился ватметр. Осциллограф нам стал что-то показывать. И я сейчас посчитаю примерно. Но скрины вы можете посмотреть уже в статье. Раз, два, три, четыре. Четыре и даже чуть больше. Получается, у нас 4 на 20. 80, там 90 мВ. При токах в 4,2 А. Это очень-очень-очень крутой показатель. Я сейчас отключу. Так как резистор у нас жутко нагревается. То есть, 80 мВ для импульсного источника питания вот такой конструкции. Это очень-очень хороший показатель. Я, честно сказать, ожидал, что будет там где-то пол вольта пульсации. Но даже они дотягиваются до 100 мВ. Сейчас мы приступим к температурным замерам. Блок питания поработал 10 минут без активного охлаждения. Выходной ток 3,6 А. Чуть меньше от максимума. Радиатор выходного диода нагрелся более чем на 50 градусов. Радиатор силового ключа почти ровно настолько же. Температура на сердечнике трансформатора была в районе 60 градусов. А вот обмотки на 10 градусов меньше. Скорее всего, температура от обмоток передалась сердечнику. Отсюда и такой необычный результат. Смущает довольно сильный нагрев входного диодного выпрямителя. Температура уже за 80 градусов и продолжает расти. Итак, ребята, наконец последний тест. Кстати, его я делал спустя почти месяц после того, как начал съемки этого видео. Так уж сложилось. У нас имеется спираль. Вот такая. И, собственно, ваттметр, подключенный на выход блока, как и раньше. Давайте попробуем слегка. Так. Достаточно трудно, потому что 5,2, 5,4 ампера. 5,4 вот видим. Так, далее. Вот такая у нас картина. 5,4 ампера свободно выдаёт. Вот 5,41. Я, по ходу, уменьшаю сопротивление. Вот слегка только. Уменьшил. И у нас блок ушёл в защиту. Ваттметр вырубился. То есть, 5,5, думаю, ампер. Да, вырубается. 5,4 отдаёт. Чуть-чуть прям. Уменьшаю, и блок уходит в защиту. Так. Нет, думаю, не получится снять более... Более 5,5 ампер. Ну, видим, что моментально он отдаёт 5,7. Вот, вырубился блок. Хотя нет. Нет, при больших токах уходит в защиту. Так что это предел, думаю, 5,5. Я думаю, пусковой может доходить до 6 ампер. Пусковой ток в случае чего-то там, например, пуска двигателя и так далее. Что остаётся сказать в завершении? Отличный блок питания с учётом именно всего функционала. Я буду рекомендовать, пожалуй, от тебя этот блок. И цена, собственно, довольно приемлемая. Собрать такой в домашних условиях, конечно же, можно, но придётся постараться. К тому же тут заводская плата, намотка трансформаторов. Всё достаточно нормально. На этом всё. Ссылочку на статью полную найдёте в описании. Не забывайте, конечно же, оценивать этот ролик своим лайком, если он понравился. И поделиться с друзьями. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.